Дорогие друзья, приветствуем вас на портале Экзегет. Поступил вопрос очень тяжелый, очень непростой по поводу компьютерных игр для детей. Во-первых, я хочу сразу сказать, что семейная ситуация у всех разная. Именно надо всех под одну гребенку. Иногда бывает, ребенок играет в компьютерные игры, чтобы просто хоть как-то снять стресс и боль от кромешнего ада, который творится в семье. А бывает, когда это правда тяжелая зависимость, которая губит ребенка. Я постараюсь сказать какие-то общие такие фразы, которые, если вам помогут, буду рад, но не помогут, значит не помогут. Я стараюсь все использовать на пользу. Когда у меня дети начинают играть в какие-то компьютерные игры, я стараюсь понять, что это за игра, чтобы если ребенок будет мне про это рассказывать, чтобы это использовать как затравку для разговора. Потому что, если я подойду к ребенку и скажу, давай поговорим с тобой о Боге, явно он о Боге говорить не захочет, но если ребенок приходит мне с своими интересами, что он там где-то во что-то там поиграл, какие-то достижения у него и тому подобное, и с этого начинается разговор, и он видит, что я его слушаю, и я даже как-то вовлечен в это, понимаю, то тогда потом постепенно уже, так у нас уже есть общение, настоящие общение, от слова общее что-то, то потом где-то по чуть-чуть можно эти зернышки и в том числе про Бога где-то что-то в него со своей стороны уже вставлять. Лично я у себя в семье стараюсь делать так, чтобы мы в эти компьютерные игры играли вместе. Самое ужасное, это когда все друг от друга отделяются. Ребенок один играет в одну игру, другой в другую, третий в третью. Мы нашли, я не буду сейчас ничего рекламировать, мы нашли безобидные там игры, в котором можно играть вместе. За счет того, что мы играем вместе, и мы прямо говорим, когда там ребенок подходит и говорит там, мам, я хочу поиграть. Он говорит, давай, сейчас вот там папа придет, все там уроки сделают и вместе поиграете. Так как мы играем вместе, у нас есть общение. Мы потом можем вместе, вот я и две дочери и сын, потом можем вместе это все обсудить, поделиться. И конечно, мы это делаем в определенное время. То есть играть там на эти пять-шесть часов подряд, это просто вредные для здоровья и для духовной жизни, само собой. Но это очень важно, что даже если есть какие-то вещи, которые, с одной стороны, ну даже очевидны, может быть, не полезны, но если можно их все равно для себя использовать на пользу, ну почему нет? В конце концов, с точки зрения духовной жизни, игра в футбол тоже имеет мало чего духовно полезного. И с учетом того азарта, расстройства, поражений и так далее, я сам много в детстве гонял футбол в дворе. Но если это можно использовать во благо, и мы как-то вокруг себя с помощью футбола можем собрать ребят молодых и потом сначала поиграли в футбол, а потом еще и вместе чай попили, это хорошо. Так что лишь бы это было на пользу. Как говорил апостол Павел, все мне позволительно, но не все полезно. Вот полезно или не полезно, это вы сами решаете. Но одно только скажу. Если вы запрещаете своим детям сидеть в телефоне, переписываться в мессенджерах, играть в компьютерные игры, но при этом не предоставляете им никакой альтернативы, в том числе совместно с вами или еще с какими-то там другими ребятами, то тогда что вы оставляете. Чего вы в итоге добиваетесь и что в итоге получится. Ведь если ты критикуешь и запрещаешь, но никакой альтернативы не предоставляешь, то есть просто остается пустое время, ну скорее всего ребенок будет играть тайком, тайком будет как-то изворачиваться, чтобы где-то что-то посидеть, посмотреть, ну и получится в итоге только один вред. Так что, как сказано в священописании, будьте мудры, как змеи. Вот нужно, знаете, как змейка вот так вот лавировать. И среди вот всего этого хаоса нашего современного мира, где множество соблазнов, множество всяких интересов, до конца даже не осмысленных, мы даже не знаем, какие последствия у чего будут, с молитвой Господу Богу, с упованием на Его помощь, думая, анализируя, находить вот этот узкий путь между Сциллой и Харибдой. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.